Намасте! Здравия, дорогие друзья! С вами Ярслав Матер-Воронцов, Академия Семенов-Показания Григородом и GreenMindLive 3-й Центр. Мы помогаем вам стать успешными в семье, полезностью, обществом и духовностью. Видео, которое я сейчас хочу вам записать, это на тему на тему семейных отношений и сексуальной стены. Представьте, с заднего века такие места сегодня два моих друга одновременно мои клиенты, которые подошли ко мне с вопросом о том, как быть этой девушкой, причем она отдельно независимо от друга, интересно так получилось. Я пообщался с одним человеком и буквально через полчаса другая девушка на эту тему ко мне подошла, для того, чтобы я буду себе с ней этот вопрос. Вопрос следующий звучало некий. Ну, обе не замужем, слава Богу, и в двух есть дети. и в одной один ребенок взросл уже 20 лет, и во второй девушке три ребенка, три ребеночка в возрасте от 12 лет и мальчик. Вопрос у них был следующий. Что делать, если муж хочет секса, а я его не хочу? То есть, вопрос стоит следующий. мужик хочет секса, а жена секса не хочет. Вот эта тема, которую я хочу сегодня с вами обсудить. Как вдохновлены этой ситуацией, которая возникла сегодня у меня общаясь со своими друзьями, вопросы по сексуальности, то есть, как быть, интересный вопрос. На самом деле, видно на болевших. И что, вообще, тем более удивительно, я сегодня был на фестивале практики. Одна из моих тем, на которой я работаю, это сексуальность. Я посетил один мастер-класс моего коллеги о сексуальности. И вот выйдя из него, как бы все начало продолжаться. Эту тему и экспресс-хау-сессии, которые я провел. В общем-то, что я хочу вернуться с вами на... после вот общения с прекрасными женщинами. Получается, что... Смотрите, причем да, можно сказать, что годность девушки, одна женщина, ей 43 года, и другой девушке 31 год. Что интересно, что обе из них, обе они, одна их место такая. Я... хочу... Мне, как бы, секс уже не интересен. Мне секс не интересен, потому что я поднимаюсь удобно, я хочу быть на верхних энергиях, удобно развиваться. И секс, как бы, ну... это не та энергия, которая мне нужна сегодня. То есть я с этим уже взросл. И... Наверное, я расскажу здесь два. Двух момент. Давайте посмотрим с двух сторон. Первый кейс, это когда женщина сказала, что она не хочет секса с мужем, потому что муж хочет дикого секса, а она хочет секса сердечно. Это один кейс. А второй же кейс, он несколько другой, как я сказал, про духовность. Когда женщина говорит, что муж хочет... Муж ее находится на нижних центрах, вот, первые три чакры, а она уже поднялась наверху. И это два разных кейса. Давайте начнем последовательно. Итак, первый кейс. Муж хочет секса, а я не хочу. Что делать? И претензия, в общем-то, беспокойство, вернее, задачи, который был у клиента, она сказала так, что, мол, муж хочет такого секса грубого, а я хочу нежного и чувственного. И вот, что делать в этом случае? Когда она назвала нежное чувство, то естественно, она осознала о том, что это тот секс, которым они занимались на сердечной чакре. Да, то есть даже, сказал бы так, сочетание сердечной чакры и второй чакры, второй и четвертой. И идея какая? Что получилось? Когда женщина дает достаточно своей сердечной и женской энергии, может, тогда у них получается прекрасный секс, и она довольна. То есть секс получается такой, как она хочет, чтобы он чувственный, нежный, внимательный, тонкий, и, ну, как должно быть между мужем и женой, с точки зрения жены. Нежный, чувственный, то есть на женских энергиях. Когда же она эту энергию ему не дает, то получается секс по-мужски. И, в общем-то, что у нас получается? То есть в этом случае у нас, в принципе, получается гораздо секс по-мужски и женский. А женский, значит, ну, типичный такой, скажем, мужской, да, который на первой чакре, секс, который идет на первой чакре, когда солдат стал утром рано, и, в общем-то, есть у него потребности, и ему надо ее утвлить, и, в общем-то, он сделал свое дело, зарядился и пошел в поход. Женщина же хочет этого на своих энергиях, когда это чувственно, нежно, внимательно, ласково, и все в этом, на этих энергиях. И вот здесь я хочу обратить внимание вас, дорогие девушки, ну и мужчины, то же самое. Женщинам не нравится такой секс, мужики, женщинам не нравится такой какой без секс, потому что они, как правило, они хотят чувственности, нежности. Это их не энергия, мы должны общаться с ними на этих энергиях. Окей? Для таких женщин, хочу сказать, если вы хотите, чтобы у вас был секс с чувственными, на сердечной чакре, на вторую чакре, с чувствами красиво, нежно, мило, это ваша ответственность. Вспомните про ведущие чакры, вторая, четвертая, шестая. Сердечность, нежность, чувственность это четвертая энергия, и вторая энергия это ваша доминирующая энергия. Если вам этого не хватает у своего мужа, значит что? Правильно, нужно эту энергию мужу дать. То есть нужно его зарядить этим. То есть создайте обстановку такую, сердечную, нежную, чувственную, чтобы мужчина заполнился этой энергией, наполнился, и тогда он даст вам на то, что вы хотите. То есть в предыдущих видео раньше мы говорили неоднократно о том, что если вам чего-то не хватает, прежде всего в отношениях, посмотрите, кто ответственный за эту энергию, у кого эта энергия доминирующая? То есть в данном случае мы говорим о сердечности и чувственности. Кто отвечает за эту энергию? Конечно, женщина. Если женщина и женщина жалуются, что муж не дает ей внимательности, чувственности и заботы, так кого надо менять? На кого надо менять? Конечно, на себя родимым. Вот это то, что я хотел, чтобы вы заострили свое внимание и были более осознаны. Прежде чем отменить своего партнера, своего мужа, что он такой голодный, ему надо голого секса, мужского, грубого секса. А я хочу нежного и чувственного сдать этот станок, зарядите своего мужа этой женской энергией, этой чувственной энергией, сердечной энергией, это то, чем вы владеете. Если вы дадите мужа этой энергией, то вы получите ее назад сполна, пометывая о том, что все, что вы заряжаете у своего мужа, возвращается к вам назад, минимум 7 раз. Очень просто. Работает. Прекрасно. Ну, а для мужчин, еще раз напомним мужики, помним, что девушки, наши любимые женщины, они хотят нежности и чувственности в вас. И, соответственно, для того, чтобы она начала проявлять эту энергию, свою энергию второй и четвертой чакры, мы должны что ей дать? Правильно, мы должны дать ей защиту. Если помним, да, снизу вверх, один, два, три, первая, третья, пятая, седьмая, это наша мужская доминирующая энергия, вторая, четвертая, шестая, это женская. Если я хочу, чтобы женщина дала мне энергию второй чакры, чувственности и сексуальности, я должен дать ей энергию первой чакры. без этого никак. Поэтому, если мы подойдем итог, мужчина хочет секса, а женщина не находится в этом состоянии. Что? В чем вопрос? Ну, помимо того, что там ее с состоянием, может быть, она не в теме, не в этом состоянии. Но самая важная идея какая? То, что женщина не может открыть и проявить энергию второй чакры тогда, когда она не имеет защитность по первой чакре. Окей? Это очень важно. По первой чакре минимум. А если сердечно открыла она чакру, она должна еще добавить и третья чакра, и от третьего центра, за которым мы отвечаем, это обеспечение. Схема очень простая, но она работает при часы. Никуда не денется. То есть, то, что есть, оно. И если мы это не учитываем, то мы имеем проблемы. Окей? А вот, что я хотел по этому поводу сказать. Итак, давайте поменем итоги. Если мужчина жалуется, что в семье нет жены, жена не дает секса, хочется секса, то дайте мужики себе вопрос. Что я делаю для того, чтобы моя любимая женщина могла проявить энергию второй чакры? Даю ей достаточной защиты. Что такое защита? Не только дом с крепостью, большими заборами, но, прежде всего, так же и эмоциональная защита, эмоциональная, физическая защита, в принципе, защита духовная, то есть все виды защит, которые должна женщина иметь. Когда женщина защищена по первой чакре, тогда она может проявить себя, отначально открывать свою энергию второй чакры. Энергия чувства и удовольствия, это сексуальная энергия. И это так, подсказочка, красная для мужчин и для женщин, дорогие девушки, если вы хотите, чтобы у вас уделили близкие отношения на том формате, в котором вы хотите, чтобы это было чувственно, нежно, внимательно, чтобы мужчина был свободливый. Помятуйте о том, кто за это отвечает. Энергия сердечной чакры, и вторая чакра, это ваша доминирующая. Наполняйте пространство своё, своими женскими энергией. Когда вы получите то, что вы хотите, в семь раз больше. Ок? Здесь процесс, видите, взаимообмена. То есть, как мужчина должен давать энергию, так же и должна эту энергию давать женщина. Ну, мы начинаем с того, не с того, что мы начинаем претензии, так, рабой, я тебе ничего не дам, понимаешь удовольствие, потому что ты не даёшь защиту. А мужик такой говорит, типа, дорогая, понимаешь, в общем-то, чтобы дать тебе тот секс, который ты хочешь, ты должна проявиться на поводе менять свою сердечную энергию. Это взаимопретензия, так оно не работает. Помню, что если мы хотим поменяться, мы должны поменяться, начинать меняться с себя. Я тот человек, который могу поменять себя, поменяв себя, я могу поменять всех тех, кто находится вокруг меня. Это самый правильный способ, если же начнут тыкать партнёру, что ты должен быть таким или этаким, это неправильный путь, и у него дойдёт только конфронтация. Ну вот, дорогие друзья, то, что я хотел вам напомнить, о том, как сделать ваши интимные отношения, вашу любовную жизнь, более гармоничной, чтобы она была без пресса, это дало вам только удовольствие и наслаждение. Кстати, завтра у меня будет тренинг, excuse me, завтра будет мастер-класс на фестивале «Ар-практика» на 2 часа. Если вы хотите узнать больше, в дополнение тому, что мы записываем на наше видео, можете пойти на 2 часа, 40 часов, в фестиваль «Ар-практика», город Киев, будет для мастер-класс, тема «Секс, деньги, любовь и Бог», или «Как создать в своей семье отношения счастливыми» и «Финансовым достатком». Надеюсь, это просто поможет вам еще раскрыть эту тему более глубоко. Ну, а те, кто не может, просто следите за нашим видео и нашим принятым центром «Green Mind Life Training Center». На этом, пожалуйста, все. С вами Владислав Мудрого Аранцова, Академия семейных отношений в Венаду, «Green Mind Life Training Center». И я, друзья, желаю вам любить счастья, успеха в вашей настоящей жизни. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И ждем вас в столице. На этом все. На воскресенье. До свидания.